Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в стране и не только. Сегодня в выпуске. Первый официальный глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прибыл в Абхазию с визитом. Рост и раскрываемость результаты работы по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ за прошлый год. Искусство без границ, культурно-благотворительный фонд Ашана и русский театр драмы запустили новый проект. Благотворительный аукцион на очередной проект фонда Киараз совместно с Чемчирским реабилитационным центром. Делегация Республики Башкортостан во главе с президентом Радьим Хабировым прибыла с официальным визитом в Республику Абхазия. На Абхазо-Российской государственной границе делегацию встретил президент Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба и посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин и члены правительства Абхазии. 31 марта в Сухуме состоится встреча Аслана Бжания и Радия Хабирова. Делегация Башкортостана посетит Сухумский, Гудрыбшский, Ущемчирский и Гудаутский районы. В рамках визита состоится презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан, а также подписание соглашений о сотрудничестве. Алика Трапш передает с места события. Расширяю географию сотрудничества с регионами Российской Федерации. Наркомания – одна из главных проблем нашего общества. Ежегодно наблюдается прирост потребителей наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и хана. Абхазия расширяет географию сотрудничества с регионами Российской Федерации. Так, впервые к нам в страну с официальным визитом прибыл глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Башкортостан – один из ведущих регионов России. Экономика республики имеет многоторсовую структуру. Главные отрасли – топливно-энергетический комплекс, химическая и нефтехническая промышленность, а также машиностроение. Безусловно, визит Ради Хабирова к нам в страну открывает новые возможности и перспективы, представляющие взаимный интерес. Дорогие друзья, все нахабли, добро пожаловать в Абхазию. Мы до сих пор пройдемся тем теплом, который мы хотим, которые хотят вас в местах. Добро пожаловать. За два последних года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло. Изменилась также национальная принадлежность и пол лиц, распространяющих наркотики. В прокуратуре города Сухум обсудили результаты работы по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ за прошлый год. В координационном совещании участвовали генеральный прокурор, руководитель правоохранительных структур и представители ГТК. Все подробности УАЭСМУ и Голанзе. Наркомания – одна из главных проблем нашего общества. Ежегодно наблюдается прирост потребителей наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов. По словам начальника судебного управления генпрокуратуры Даура Амичба, за два года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло. По этому факту за 2022 год судами общей юрисдикции осуждено 171 лицо. Тогда как за аналогичный период 2021 года было осуждено 116 человек. В отношении двух применены принудительные меры медицинского характера. В отношении одного лица прекращено в связи со смертью, одно лицо оправдано. К реальному лишению свободы осуждено 169 лиц. К условному 101 лицо. Штраф назначен одному лицу. Всего за 2022 год правоохранительной системой и судами изъяты из-за незаконного оборота наркотиков. Марихуана – 492,5 грамма. Метадон – 318,9 грамм. Пригаболин – 81,2 грамма. Мефедрон – 53,9 грамма. Амфетамин – 3 грамма. Мак – 17 корней. Каннабис – 246 корней. Штрафы в качестве дополнительного наказания назначены на сумму порядка 16 миллионов 628 тысяч рублей. Как показывает практика, изменилась национальная принадлежность и полулиц, распространяющих наркотики. Если ранее это были в основном граждане России и местные жители, то в последнее время сбытчиками становятся уроженцы Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Изменился и их количественный состав. Сегодня это высокоорганизованные группы, активно использующие интернет-ресурсы. Борьбу с распространением наркомании ввести одними репрессивными методами невозможно. Параллельно в эту борьбу должны включаться и общественные организации, институты и средства массовой информации, сферы образования, культуры и спорта. Немалую роль в борьбе с наркоманией играет и пропаганда среди детей школьного возраста. Считаем, что предпринимаемые меры в виде разовых лекций, в виде наркотиков недостаточны. И эти занятия могли бы быть введены в Министерство образования как обязательные. Наиболее слабым местом в организации профилактики наркомании по-прежнему является отсутствие координации деятельности системы здравоохранения, области культуры, спорта, комиссии, инспекциям по делам несовершеннолетних и военных комиссариатов. За 2022 год правоохранительными органами республики зарегистрировано 255 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 95 тяжких, что составляет около 37%. За 2022 год также выявлено 178 преступлений по статье 223 УК РА. Это незаконное прообретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. За аналогичный период 2021 года выявлено 158 преступлений, что на 20 преступлений больше показателей прошлого года. 34 преступления по статье 224 УК РА. Незаконное производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с селью сбыта. За аналогичный период 2021 года выявлено 23 преступления, что на 11 преступлений больше показателей предыдущего года. Таким образом, из незаконного оборота изято более 4 килограмм. Наиболее неблагополучная обстановка сложилась в городе Сухум, Сухумском, Гулрыбшском, Гудаутском районах. Самыми распространенными наркотиками остаются метадон, мифедрон, марихуана, мак и сильнодействующие психотропные лекарственные препараты. Организованные преступные группы, используя приемы конспирации, создают разветвленную сеть путей наркотического трафика. При разработке подобных групп уголовной ответственности удается привлечь лишь членов низшего звена группировки или среднего звена, выполняющих роль дилеров и так называемых закладчиков. Установить руководящие звено организованной группы, а также привлечь к уголовной ответственности, в большинстве своем не представляется возможным. Профильными подразделениями ССБ совместно с УКОН МВД Республики Абхазия реализовано свыше 10 запланированных специальных антинаркотических операций, в том числе направленные на пресечение незаконного ввоза наркотических средств на территории Республики Абхазия, а также разработку и реализацию оперативной информации в отношении преступных групп, занимающихся сбытом наркотических средств. Из них следственным отделом службы государственной безопасности возбуждено 4 уголовных дела, из которых 3 в настоящее время направлены в ССБ. Сотрудниками правоохранительных подразделений ГТК совместно с правоохранительными ведомствами также проводилась работа по выявлению подобных преступлений. За год в целом было реализовано 18 мероприятий, в результате которых при попытке перемещения были обнаружены и изъяты вещества метадон общей массой 8,7 грамма и пригаболин массой 36 грамм. В связи с тем, что цена на наркотические средства на территории Республики Абхазия значительно превышает стоимость их в Российской Федерации, наркозависимые лица с целью приобретения и употребления наркотиков выезжают на территорию России. Далее незаконно пытаются переместить на территорию Республики Абхазия в основном с сокрытием в одежде, либо в личных вещах, в транспортных средствах, а также внутреполосным способом. Одним из приоритетных направлений также является изучение грузопотоков через таможенную границу с целью недопущения ввоза крупных партий наркотиков. В связи с этим необходима оперативная и гибкая координация и консолидация усилий в противодействии контрабанде наркотиков со стороны всех ведомств. Как мы отмечали ранее, главным условием для борьбы с контрабандой и правонарушениями в сфере таможенного дела является применение специального оборудования. К сожалению, ГТК Республики Абхазия до сих пор не располагает необходимыми техническими средствами таможенного контроля, способного определять состав перевозимых грузов, просвечивать. Министерство просвещения совместно с Министерством соцобеспечения и демографической политики осуществляет работу с незавершеннолетними, которые выпадают из сферы образования во всех районах республики. Социальная работа в каждой семье планируется специалистами службы индивидуально по итогам оценки с учетом конкретных нужд семей и особенностей ситуации. Было принято решение о прикреплении специалиста по социальной работе к каждой школе. На протяжении всего времени, в 2022 году, в взаимодействии службы социальной поддержки детей и семей, а также Министерство просвещения совместно определили немалое количество детей в школу-интернат из-за сложной семейной ситуации в семье. Была рабочая встреча с министром просвещения. Пришли к такому решению. Но мы, наверное, будем совместно с Генеральной прокуратурой и со всеми общественными организациями по правам ребенка. В МВД имеется теперь возможность проводить, громко исследовать кровь и мочу. И в этом плане, в профилактическом плане, мы хотим, наверное, мы посмотрели международную практику, что они уже в школах начинают проверять детей старшего класса на предмет употребления наркотических веществ. Я, безусловно, понимаю, что общественность наша, родители, мы все родители, да, может быть, неоднозначно это воспримет, но, наверное, нам надо найти общий язык с родителями и объяснить, что это направлено в первую очередь на профилактику. В конце совещания генеральный прокурор от ГУРА Горба подвел итоги. Очень отрадно заметить, что вот у нас работа в 2022 году, результаты работы стали лучше, она стала более эффективной в этом направлении, это абсолютная правда. Время доказывания, выявления и раскрытия таких преступлений лежит на нас. Это наша основная задача. Все остальные министерства и ведомства, они занимаются профилактикой, что тоже было бы очень полезно для нашего общества в целом. Поэтому мы вас призываем и просим тоже усилить работу. И в этом плане мы на вас очень надеемся. Задают очень часто вопросы, почему в основном привлекаются лица, которые непосредственно распространяют наркотические препараты, то есть занимаются распространением. Это зачастую пособники, либо исполнители этих преступлений. Организаторы, они у нас остаются недосягаемыми. Почему? Потому что они находятся за пределами Республики Абхазия. Очень сложно установить и очень сложно доказать. Мы видим, что сейчас у нас происходит процесс новых технологий, развития новых технологий. Такие преступления совершаются с помощью различных групп интернет-сайтов, которые создаются, посредством которых потом уже совершаются эти преступления. Но тем не менее, несмотря на это, несмотря на все сложности, которые эта проблема в себя включает, надо отдать должное оперативным сотрудникам. Я хочу сегодня сказать, что у нас очень хорошее взаимодействие между МВД, прокуратурой, СГБ. Сейчас уже и с таможенными службами мы очень тесно стали взаимодействовать. Но это, я думаю, что принесет большую пользу. По итогам совещания будет подготовлен проект постановления координационного совещания правоохранительных органов Республики. Министр иностранных дел Абхазия Инал Ардзенба провел телефонный разговор со специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Как сообщает Мезиоцентр МИД, обсуждались актуальные аспекты внешнеполитической координации на ближневосточном направлении. 30 марта в МИД России состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузилым. Стороны обсудили повестку очередного раунда международных женевских дискуссий, который состоится 4-5 апреля. Вновь подвердили необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в Закавказье путем подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетии с другой. Абхазская сторона в очередной раз заявила о своей готовности возобновить работу механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Согласно закону, 29 марта состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты нового шестого созыва. Перед началом заседания на должность секретаря Общественной палаты были предложены две кандидатуры – Давида Пилия и Гули Кичба. Однако Давид Пилия сразу взял самоотвод. И таким образом на должность секретаря претендовала только Гули Кичба, которая и была единогласно избрана членами Общественной палаты. Заместителями секретаря избраны Виталий Смэр, Александр Страничкин, Низам Хапат и Изольда Хакба. В регламенте определен порядок голосования при избрании секретаря Общественной палаты. В регламенте указано, 10 человек из старших по возрасту в новоизбранные члены Общественной палаты должны собраться и обсудить кандидатуры. Мы, конечно, это сделали. Во время обсуждения стал вопрос. Один из членов Общественной палаты назвал меня, затем другой назвал Гули Кичба. Когда Гули высказала свое отношение к этому делу, естественно, мне тоже пришлось высказаться. Я сказал, когда мы все соберемся на пленарное заседание, на этом пленарном заседании первом, я свое отношение выскажу. Потом началось пленарное заседание. Вел его Сократ Рачевич. Я попросил слово и сказал, что для того, чтобы не было у нас определенного дискомфорта, чтобы не было противостояния, тем более, что новый состав Общественной палаты только начинает работать, и нежелательно, чтобы с первого момента у нас появились какие-то претензии к друг другу, я снял свою кандидатуру и предложил членам Общественной палаты, чтобы мы открытым голосованием проголосовали за Гули Кичба. И все мы, она была единственная, безальтернативная, мы за нее проголосовали. И та информация, что мы набрали равные голоса, это, к сожалению, ошибка. Тем более, что всего выставился один человек, как мы могли равные голоса получить. Значит, равные голоса получить. К другим новостям. Бои за Киево-Печерскую лавру уже который день идут в Киеве. К символу православия приехала специальная правительственная комиссия, которая хочет начать выселение оттуда монахов. Инспекторов не пустили в здание, а верующие блокировали их работу. Многие ночуют в храме, чтобы его защитить. Митрополит Павел, наместник лавры, уже обратился к Зеленскому. Он заявил, что слезы верующих падут на его голову. И добавил, что Бог не простит ни его самого, ни его семью. Формально лавра – это заповедник. Им распоряжается Министерство культуры Украины. УПЦ долгое время арендовало здание, но сейчас чиновники разорвали договор аренды в одностороннем порядке. Сам комплекс планирует передать ПЦУ. В Сухуме прошла встреча министра просвещения Иннала Габлия с представителями Северокавказского федерального университета. Как сообщает спутник Абхазия, на встрече обсудили открытия в Абхазии Центра образования и науки и прохождения госслужащими повышения квалификации. Продолжаем выпуск. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» и русский театр драмы имени Фазили Искандера запустили новый проект «Искусство без границ». Его участниками станут подопечные фонда «Ашана» и дети с ограниченными возможностями здоровья. Завершится проект постановкой инклюзивного спектакля на сцене «Русдрама». О целях и задачах проекта в репортаже Сариква Расхелия. Показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы общества. Такова цель проекта «Искусство без границ». Доказать, что особенные дети могут и должны участвовать во всех сферах жизни социума не только в качестве зрителей, но и как авторы, соавторы, творцы и эксперты. Наша задача, я сразу вам хочу сказать, правильное отношение к инвалидам по здоровью, чтобы формировалось в нашем обществе. Этим людям им совершенно не требуется жалость, им требуется понимание и полное приятие обществом. В чем суть проекта? Дети с инвалидностью по здоровью пишут свои истории, мы задали тему, это их какие-то вообще счастливые моменты, их мечты. И эти истории собираются, мы думаем, что вы нам тоже будете в этом помогать. Мы хотим привлечь абсолютно всю республику, то есть это не в рамках там Сухума или какого-то одного города. Эти истории будут собираться. Наиболее интересные, которые могут быть поставлены в театре, будут, соответственно, Джамбулом отбираться. Но каждой истории ребенка будет уделено время. Подопечные фонда Ашана, а также все желающие с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в проекте и прислать свои истории на тему «Мои мечты». Все истории будут опубликованы на площадках информационного партнера «Спутник Абхазия». Хочу еще раз подчеркнуть, что принять участие могут не только подопечные фонда Ашана, но и все желающие люди с ограниченными возможностями здоровья. До 18 лет мы возрастные ограничения сделали, но уже вижу, что есть рассказы более взрослых людей. Кому-то 22 года, кому-то 30 лет. Но я думаю, что для представления будем отбирать согласно возрастным критериям. Наиболее интересные истории будут отбираться режиссером Джамбулом Жордани, а затем по ним будет поставлен инклюзивный спектакль, рассказывающий об историях этих детей. Во время показа спектакля слабослышащим детям будут помогать сурдопереводчики, а шептуны – слабовидящим. Уже приходят десятки писем от людей с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил Джамбул Жордани, очень важно, чтобы родители детей не писали за них истории. Пусть дети сами говорят о своих мыслях и мечтах. Как каждая девушка, я хочу семью, уюта, мужа, детей, много детей, но не складывается. Наше общество не готово принимать инвалидов, пока мы чувствуем себя изгоями везде. Я всю свою любовь дарю своим племянникам. Я не хочу выпадать из жизни общества, хочу работать через социальные сети. Для этого мне нужен компьютер. Все, здесь понятно. Вот Милана. Человек рассказал буквально вкратце, что это такое. Дальше мы можем дофантазировать по мотивам этих рассказов. Будет сделана одна какая-то история, где будут каким-то образом... Все, естественно, истории невозможны. Но сама суть того, что эти дети тоже, как и обычные здоровые дети, умеют мечтать. И то, что они абсолютно здоровые в плане не физическом, а умственном, вот, скорее всего, наверное, будет это показать нашей задачей. Уже создан логотип проекта «Искусство без границ», автором которого является студентка второго курса отделения искусства ГУ Сабина Отрба. Там изображены афиши от театра, которые красные шторы. Они изображены в форме крыльев, то есть как бы свобода, что искусство без границ для каждого. Любой человек может заниматься тем, чем он хочет, и развиваться в этом. И изображены дети. Истории могут быть в печатном формате, а также в аудио- и видеоформатах. Направить их можно на почту искустобезграниц.собака.дюмайл.ко. Срок подачи заявок до 31 мая. Спектакль будет платным. Все вырученные средства будут направлены в культурно-благодворительный фонд «Ашана». Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Благотворительный вечер в поддержку фонда «Киараза» и «Очимчирского реабилитационного центра» состоялся в Сухуме 29 марта. Был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получат сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров. Для гостей была подготовлена концертная программа. Гугуца Вардания расскажет подробнее. Добро – это солнце, согревающее душу человека. Такая профессия у сотрудников благотворительной организации «Киараз», которая на протяжении многих лет дарит тепло людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Киараз» организовывает различные проекты и акции. Очень часто к ним присоединяются обычные граждане. Совсем недавно к сотрудникам фонда обратилась предприниматель Светлана Габуния, которая предложила провести благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда «Киараз» и очемчирского реабилитационного центра. «ОДЮ – это дом юношества. В данный момент у них есть текущая проблема. У них на учете стоит 66 деток, но большая часть из них не может добираться до центра и им не могут в полной мере оказывать реабилитационную помощь и коррекцию, и другую работу специалисты». Благотворительный вечер открылся зажигательными национальными танцами. «Идея благотворительного вечера пришла нашему хорошему другу Светлане Габуния. Она обратилась к нам, сказала, что хочет провести благотворительный вечер в поддержку детей, в поддержку образовательных проектов, но после того, как мы с ней побеседовали, мы погрузили ее в работу нашей организации, рассказали, какие бывают ситуации у детей, мы решили немножечко перенаправить свои силы, вернее, наш благотворительный вечер будет в пользу детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас разработана программа, согласно которой есть намеченный план мероприятий, и по итогу этого вечера будет ясно, насколько масштабировать мы будем всю нашу программу». В рамках благотворительного вечера была представлена насыщенная программа, которая включила в себя выступления артистов абхазской эстрады, танцевальных коллективов, чтение стихов, фото-выставку, благотворительный аукцион, розыгрыши призов и лотерею. Для проведения мероприятий абхазские художники и предприниматели предоставили свои работы и призы. «10 тысяч рублей раз в зеленом платье девушка с белого купальня. Там вы участвуете тоже. А, вы хотите, да? Ну хорошо, тогда 15 тысяч рублей раз. 20 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Вы проверяете, сколько я считаю, мне это нравится. 25 тысяч рублей раз. Хорошо. Настойчиво. 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей раз. Вот это я понимаю. Организование это все, чтобы картину купить? Понятно. 35 тысяч рублей. Здорово. 40 тысяч рублей. До 100 считать умею, я вам обещаю. Все лоты были проданы. Благотворительный вечер собрал 573 тысячи 600 рублей. Из них 105 тысяч уже передано в Ощемчирский реабилитационный центр. Гугуца Вардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Гугуца Вардания, Тимур Гугохия. Слепая зона городского строительства. Пожалуй, так можно назвать тему, в которой разбиралась наш корреспондент Асида Малия. Речь идет об объектах незавершенного строительства. Не обратить внимания на эту ситуацию невозможно. Ведь количество таких объектов в пределах городской черты с каждым годом увеличивается. Наряду с тем, что недостроенные объекты влияют на облик города, они представляют определенную опасность обществу. Ведь во многие недостроенные объекты, а они чаще всего выше двух этажей, можно проникнуть беспрепятственно. А еще такие объекты и обширные территории с замороженным строительством простаивают десятки лет. В специальном репортаже наш корреспондент выяснила, возможно ли обязать застройщика довести строительство до конца, или же потребовать заморозить строительство, или же обязать создать условия для соблюдения условий безопасности, и кто несет ответственность за несчастный случай, произошедший на территории недостроенного объекта. Подробности в специальном репортаже Асида Малия сразу после новостей. И в завершении выпуска на погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 31 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 0,5, днем 7-12 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова